здравствуйте меня зовут евгений филоненко добро пожаловать на канал фил авто сегодня для вас очередная автомобильная история подпишитесь на канал и приятного просмотра купили вообще на самом деле спонтан идет она как электричка плюс постоянный полный привод начинает появляться уже рыжики два с половиной литра жрет масло положить двухспальную кровать наушнички 1 2 3 после такой машины уже на другой что ты пересаживаться совсем не хочу здравствуйте меня зовут роман это мой автомобиль тойота сиена приобрел буквально два месяца назад до этого у меня была машина toyota camry 40 и до этого toyota avensis так как у меня семья прибавился ребенок плюс еще две собаки пола как бы решение стало приобрести более крупный автомобиль рассматривались варианты toyota land cruiser 120 или 150 вот но так как там место примерно то же самое это как camry 40 только она выше вместо там принципе одинаковые просто есть опыт мы сейчас последнее время ездим на автомобиле на дальние путешествия то есть недавно мы ездили в карелию это порядка где-то 1170 км от москвы и с двумя собаками ехать на заднем диване не очень удобно плюс еще ребенок плюс у меня еще супруга поэтому было принято решение выбрать новый автомобиль бюджет без новых не выбирали так как такие во первых не продаются в россии новые в основном все под заказ идут и бюджет у них новых из которой с наличи там более пяти шести миллионов данный автомобиль у нас бюджет мы рассматривали где-то миллион семьсот полтора миллиона рублей данный автомобиль был куплен за миллион семьсот с небольшим торгом 30 тысяч рублей если вы планируете купить новый автомобиль попробуйте воспользоваться сайтом autospot.ru на нем собраны предложения от официальных дилеров и на этом же сайте вы можете узнать по какой цене можно купить с учетом 3d за наличку либо в кредит а если у вас уже есть новый автомобиль то на этом же сайте autospot.ru вы можете записаться на техническое обслуживание причем не потеряв гарантию потому что здесь собраны только официальные автосервисы. автоспот.ру. Ссылки будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. И лично от меня сайт автоспот.ру не освобождает вас от самостоятельного принятия решения. Данный автомобиль в России был везен в 2016 году при пробеге 39 тысяч километров. И обслуживался постоянного официального дилера до 130 тысяч километров. Сейчас автомобиль будет обслуживаться у меня, у знакомых на сервисе. В дальнейшем планирую, наверное, сюда поставить парктроники. Потому что на Камре парктроники были с звуковым сигналом. А здесь передних парктроников нет, не очень удобно. Так как база большая, парковаться во дворах бывает не совсем удобно. Купили вообще на самом деле спонтанно. Как-то супругу с утра просто смотрели рынок и нашли вот этот вариант появился. Вот, собрались. Мы с вами живем в Чертаново. Данный вариант находился на Каширске, метро Каширска. Вот. Ну, собрались с утра, решили поехать посмотреть. До этого был вариант в Питере. Там был на коже. В Питере был пробегом побольше, 187 тысяч. Ну, решили вначале поехать в Москве посмотреть. Приехали, посмотрели. Машина понравилась по всем техническим параметрам. По кузову машина в очень отличном состоянии. Как бы никаких проблем ни технических, ни ДТП не было. Ну, собственно, пожали по рукам, забрали и уехали. Какой пробег сейчас? А сейчас пробег 133 тысячи. Нравится, конечно, в первую очередь это большой салон вместительный. А электросидение. Единственное, не нравится мне момент, что здесь вроде машина такая большая, премиальная. А электроскладывание зеркал нет. Это очень удобно. Приходится, если, допустим, проезжать в каких-то узких местах, приходится выходить. И если нет пассажира рядом, то складывать окна. Потому что отсюда с водительского сидения дотянуться туда проблематично. Собственно, машина очень широкая. Так, не знаю, с Camry, я думаю, сравнивать с 40-й не очень корректно. Потому что это все-таки два разных автомобиля. Если смотреть по трассе, идет она как электричка. Там 150-160, в ней даже вообще особо не заметно. В принципе, Camry тоже была особо не заметна. Музыка здесь хорошая стоит. Вот. Трехзонный климат-контроль. А здесь, в этом автомобиле, 3,5 литра двигателя, 266 лошадиных сил. Плюс постоянный полный привод. Вот. Расход по городу, вот, я замерял где-то в районе 14 литров с прогревами. По трассе пишут, что 9-10. Но по факту, не знаю, мне кажется, больше в районе 12 литров получается. Вот. Если там давать на тапку, то там может и все 15 быть. Но как она по трассе идет? По трассе идет просто космос. Как поезд. Вот реально, как будто встал на рельсы и поехал. Машина большая, высокая. И держит дорогу очень хорошо. Причем очень удивлен. И руль довольно-таки послушный. То есть повернул и как бы он тебя служит. Здесь электроусилители руля. Машины очень нравятся, доволен. Семья тоже балдеет. Сам процесс покупки интересен? Там газу дали. По кочкам проехали. Что здесь за коробка стоит? Коробка, автомат, шестиступенчатая. Нормально хватает? Хватает вполне. Ну, как говорится, для семейных путешествий вот так вот хватает. Просто если человек хочет брать какую-то машину, чтобы на ней гонять, это не тот автомобиль. Это надо что-нибудь другое смотреть. Сколько примерно на ней будет есть? Ну, плюс-минус. Минимум лет пять точно. То есть через пять лет, даже думаю, вряд ли через пять. Кайд Камри у меня была сороковая, на ней я проездил восемь лет. Какой пробег был? Пробег на доме 3 было 162, а так по факту могло быть и побольше. Были какие-нибудь проблемы? Говорят, Toyota не ломается. Ну, из проблем, которые у машины, она у меня была 2008 года, начинают появляться уже рыжики. Вот, то есть на крыше, где вот лобовой идет, стыки там рыжики появлялись. По технической части проблем абсолютно нет в автомобиле. Единственная большая у них проблема, это двигатели, их не два с половиной литра. Это жрет масло. Вот. А так, за восемь лет, что я ремонтировал на этой Камри 40-й, это только у меня радиатор потек. Ихняя болячка, это подрулевой шлейф. То есть у них перестает гудок гудеть, перестает работать кнопки климат-контроля. Вот, менял за восемь лет два раза. Так, ходовая, вообще ничего не трогал, менял только втулки стабилизатора и косточки спереди мне поменяли вот один раз. Все, больше вообще ничего не трогал. А эту задирали на подъемник, смотрели? Да, задирали, там все хорошо. У меня Камри, я делал антикор днище полностью и так же хочу в это сделать, антикор полный. Нет пока, там его меняли 5000 километров назад. Я вот 1000 через 2, я на Тойоте менял каждые 5-7 тысяч. Какое количество? 530. Прошлый хозяин сюда 540 лил, но я думаю 530 лучше видеть буду. Посмотрим, залью. Расходов в принципе нет, я смотрел щуп, все прекрасно. Все двери здесь открываются с кнопочек. Единственный багажник открывается вниз кнопочек. Подняли, открыли. Довольно-таки большой объемный багажник. Даже с задним третьим рядом места очень много. Третий ряд складывается без проблем. Хоп! Можно холодильники перевозить, не знаю, там шкафы. Да, есть там в путешествии, едешь без детей, без собак, с супругой. Можно там в принципе положить двухспальную кровать. Можно ночевать спокойно сидение. Второй ряд тоже отодвигается дальше. А запаска здесь есть? Нет, запаски здесь нету. Здесь ремкомплект. Вот и шина Run Flat. То есть, чтобы если пробой произошел, там, по-моему, 50-100 километров хватает доехать. Вот, в принципе, так же легко все это дело обратно складывается. Хоп! Ну, все. Пару секунд, все готово. Они только двигаются, убрать их нельзя. Они полностью... Здесь, правда, коврики надо другие. Приобрести здесь к этому не предусмотрено. Они, то есть, полностью отодвигаются вот сюда, в передний ряд. Вот. Либо можно... Вот так вот. Хоп! И оно снимается. Не смотрели, что вообще за комплектация была? А! Это LE-шка комплектация. Есть еще... Там две комплектации, по-моему, насколько я знаю. Есть максимальная. XLE. То есть, там багажник открывается с кнопки. Плюс тут еще, по-моему, панорамная крыша. А, кстати, здесь еще есть вот телевизор. Рабочий? Конечно, рабочий. Вот. У меня ноутбук меньше. Хе-хе-хе-хе. Вот. К телевизору здесь еще идут в наличии наушники для пассажиров. Вот наушнички. Раз, два, три. Вот. Здесь, по-моему, тут или тут сидит ченджеры. Стоят. А, вот это вот тоже очень удобная штука. А, это камеры стоят. Камеры стоят. Одна спереди, одна сзади, и другая смотрит в салон. То есть, можно позвонить по программке, по специальной, и посмотреть, что вокруг машины происходит, что происходит, соответственно, внутри салона. Вот. А в полной комплектации дверь у них открывается с ключа. Эти. Люк. И плюс чок синоновой фары. И кожаный салон. В принципе, по-моему, отличий больше никаких и нет. Также там стоит трехзонный климат-контроль. Тут, то есть, идет вот передние пассажиры, средний ряд, и вот на задний ряд. Тоже можно контролировать. Единственное, что есть камера, да, не получается? А, задняя есть. Да. То есть, сейчас я сяду, включаем. Хоп. И включает заднюю камеру. Единственное, она пачкается постоянно. Приходится приходить и вытирать. Так машина очень хорошая, доволен. Вот, соответственно, все двери здесь регулируются, как вот в кнопке в салоне. Также можно и с брелка на ключах от автомобиля. Также открывается, закрывается. Все подсветочки. Ну, это как бы стандартно на всех автомобилях есть. Мне нравится, что дископ. Бардачок есть. И второй бардачок есть. Вот. Также здесь подстаканники. Зачем столько подстаканников? Тут еще подстаканники. И еще, вот, сзади есть еще одни подстаканники. Вот они. На самом деле, когда их много, это хорошо, потому что потом думаешь, блин, там нет, сям нет, некуда что поставить. И еще есть пультик от телевизора. Это все родное с наушниками или нет? Да. То есть, я действительно был зажиточный. Ну, у него там вроде какая-то своя фирма. Он как бы эту продал, а с Америки заказал новую такую. То есть, в новом кузыре уже. Вы изначально полный привод рассматривали? Ну, изначально хотелось, у нас мысль была еще взять Toyota Sequoia 2008 года. Но там очень большой, как говорится, налог на нее идет. Там 350, я уж не помню, за 300 лошадиных сил. Плюс, по отзывам, она потребляет в смешанном цикле около 25 литров бензина. Там бы 8. Ну, да. Вот. По размерам она, в принципе, тоже такая большая. Там тоже такие ряды идут. Вот. Здесь вот, что порадовало расход, читал отзывы, кто-то писал, что до 25 доходит. Но вот по Москве, сколько я не ездил в смешанном цикле, у меня больше 14 вообще не выходит. То есть, с пробками, с прогревами. Вот. Расход очень понравился. То есть, 266 лошадок, 3,5 литра, полный привод. Расход достойный. Здесь вообще полный привод, он как вообще реализован? А он полный, постоянный. То есть, его отключать вообще нельзя. Соответственно, сейчас вот жду, пока снег выпадет, съездить на дачу, посмотреть, как она работает по, так сказать, заснеженной дороге по бездорожью. Смотрел обзорчики американские, но там хорошо она копает, едет на полном приводе. Ну, в целом, довольна машиной? Да, машина очень доволен. Семья просто довольна. Всем очень нравится. Даже есть люди, которые в пробке догоняют, начинают расспрашивать там, какой расход, как машина вообще. Вот. Ну, она такая, довольно-таки, скажем, по Москве. Я их очень редко видел. Вот за три месяца владения я видел всего лишь одну такую машину. Больше их вообще нет. Если было бы финансов немножко побольше, что бы размотрели бы? Сиену новую. После такой машины уже на другой что-то пересаживаться совсем не хочу. Вот. Ну, из остальных вариантов, конкуренты. Ну, возможно, Kia вот новая, которая седан. Как она, я забыл, называется? Седан? Ой, не седан, а минивэн. Ну, карнивал. Да, карнивал, возможно, да. Тоже, в принципе, каратики. Передний и дизель. А, там только передний и дизель. Ну, тогда с полного привода уже. Причем она у меня стояла, когда я пригнал, у меня еще две недели стояла камри 40-ая. То есть там залог внесли, а забрать ее могли только через две недели. Я, соответственно, две недели на этой машине ездил. Потом, когда доогородельца там должен был подъехать, я перегонял машину. Я пересел с... Там вот правильно люди говорят. То есть ты на высокое поездил, на низкое уже все. Садишься, как будто по асфальту едешь. И плюс еще вот электрорули, электроусилитель. А гидроусилитель потом прям как-то тяжко крутится. Очень удобно на самом деле. Продолжение следует...